В эфире РБК Уфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости на сегодня. Средний размер ипотечного кредита в Башкортостане во втором квартале этого года увеличился на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2017. Жители региона занимают на приобретение жилья в среднем 1 миллион 800 тысяч рублей. При этом в целом по стране рост составил чуть более 7 процентов. Такие данные приводят в Национальном бюро кредитных историй. Посмотрим по среднему размеру ипотечного займа. Башкортостан находится на 25 месте в России. Лидирует по традиции Москва и Московская область, где средний размер ипотеки 4,5 миллиона и 3 миллиона 300 тысяч рублей. Соответственно с ростом в 4,5 и 7,5 процентов. Замыкает топ-3 Ямало-Ненецкий автономный округ 2 миллиона 700 тысяч и минус 3 процента. К прошлому году в соседнем Татарстане средний размер займа почти на 100 тысяч меньше, чем в Башкортостане. Это 30 место в стране. При этом рост 15,5 процентов. По мнению аналитиков Национального бюро кредитных историй, в числе главных причин роста ипотеки улучшение банками условий кредитования. Прежде всего речь идет о снижении процентных ставок и первоначального взноса по ипотечным кредитам. Кроме того, сейчас активность проявляют не только кредиторы, но и граждане со стабильно высокими доходами и хорошей кредитной историей, которые как правило предпочитают приобретать более дорогую недвижимость. Башкортостан планирует передать городским округам дополнительно 40 процентов поступления от налога, взимаемого по упрощенной системе. Об этом глава республики заявил сегодня на заседании правительства региона. По словам Рустема Хамитова, городские бюджеты получат не менее миллиарда 700 миллионов рублей дохода, в том числе Уфа миллиард четыреста. Законопроект внесут в Курултай уже осенью. На заседании глава региона озвучил основные итоги первого полугодия. Рост промышленности опережает средний по России и составляет более трех процентов. По динамике поступлений налогов регион на втором месте в стране. Рост оборота розничной торговли почти четыре процента. Инфляция достигла рекордного минимума 1,7 процента. В то же время есть и серьезные проблемы. В первую очередь это ухудшение, продолжающееся ухудшение ситуации в инвестиционной серии. За первые полугодия инвестиции по предварительным данным сократились почти на четыре процента и составили 90 миллиардов рублей. По сравнению с прошлогодним падением, когда оно составило почти 30 процентов, можно сказать, что темп снизился ухудшение ситуации. Тем не менее, даже с учетом низкой базы, любое сокращение в этой серии не может нас устраивать. Спад инвестиций, системная проблема и решение здесь я пока не вижу, добавил Рустем Хамитов. Отрицательные результаты демонстрирует также строительный сектор минус 22 процента. Вод жилья сократился почти на 15. Сегодня футбольный клуб Уфа проведет первый матч в рамках четвертого отборочного раунда футбольной лиги Европы против шотландского клуба Глазго Рейнджерс. Выездная встреча начнется в полночь по уфимскому времени на стадионе Эйрбокс, который вмещает 50 тысяч зрителей. На пути к данной стадии второго по значимости Еврокубка британская команда обыграла македонский Шкупи, хорватский Осик и славянский Мэрибор. Уфимский клуб стартовал со второго квалификационного раунда, где прошел славянский Дамжале. В третьем раунде был повержен люксембургский клуб Прогресс Нидеркорн. По мнению букмекеров и ряда экспертов, больше шансов на победу у шотландцев. В то же время некоторые известные российские специалисты считают, что Уфа сможет дать бой титулованным соперникам. Это позволит рассчитывать на позитивный результат. Второй матч противостояния пройдет 30 августа в Уфе. Особо отмечу тренер наших соперников именитый Стивен Джеррадт, звезда и ветеран английского футбола. Пассажиров лайнера Ту-204 с горящим двигателем в Уфе спасли грамотные действия пилотов воздушного судна, которые смогли быстро его посадить. Такое мнение высказывают ряд экспертов, опрошенных нашим телеканалом. Топливные баки в Ту-204 находятся в крыльях самолета. На момент взлета в них находилось около 15 тонн топлива. Из-за того, что противопожарная система не сработала, риск взрыва был до последних секунд горения двигателя. По неофициальным данным пилотов, заграмотные действия должны представить к наградам. Напомню, в результате никто не пострадал. Известно, что только один ребенок получил незначительные ушибы при эвакуации. Транспортная прокуратура проведет проверку исполнения законодательства о безопасности полетов авиакомпании Red Wings, который принадлежит Ту-204. Расследование также начали специалисты Следственного управления на транспорте. Возгорание Ту-204 произошло во время набора высоты. Командир принял решение вернуться в столичную гавань и развернул самолет. Как заявили в компании Red Wings, по факту инцидента также назначена комиссия Росавиации, которая выяснит причины произошедшего. О новостях у меня все, но не переключайтесь. Далее программа «Взгляд». Обсуждаем экономический эффект и сюрпризы уфимского международного марафона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова